В 2018 году правительство Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева вводит еще один инструмент финансовой поддержки семей, где проживают дети с ограниченными возможностями здоровья. Новое пособие носит название «Ежегодная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов, для обеспечения ребенка-инвалида питанием и школьной формой». Предназначена выплата для тех семей, где дети-инвалиды посещают школу. Есть несколько условий для данной выплаты. Давайте начнем с самого важного – размера. Один раз в год такая семья может получить 13 тысяч 20 рублей. Сумма, позволяющая собрать ребенка в школу. Положена, конечно, она не совсем всем семьям, а только малоимущим. То есть, если доход семьи не превышает достаточно приличной суммы, 18 тысяч 200 рублей на одного члена семьи. То есть, потолок достаточно высокий. По словам специалиста соцзащиты, еще одно условие – ребенок может быть прописан как в Московской области, так и в другом субъекте. Главное, чтобы был зарегистрирован в Московской области сам заявитель, то есть родитель ребенка. «Если у нас есть мама или папа, проживающие зарегистрированные в Московской области, ребенок посещает школу Московской области, а не города Москвы, они могут нам обратиться за данной выплатой». Начиная с 2018 года, выплата будет ежегодной. В следующем году подать заявление и необходимые документы можно будет несколькими способами. Но в этот раз необходимо обратиться в соцзащиту. «Можно будет обратиться за ней как через портал государственных услуг, как через МФЦ. Но в этом году, так как срок у нас уже, в принципе, получается, всего три месяца осталось, принимаем здесь, в соцзащите. Милости просим всех к нам, в Ленинское управление соцзащиты населения, в пятый кабинет». Стоит отметить, что родитель ребенка-инвалида, зарегистрированный на территории любого района Московской области, если ему удобно прийти именно в Ленинскую соцзащиту, имеет право это сделать и подать документы на выплату именно здесь. Крайний срок обращения за выплатой – последний день ноября.